Экинэй, подольше держите камеру на эту красоту! Хотим любоваться, хотим наслаждаться. Знаю, знаю, девочки, я вас чувствую, я вас слышу. А вы как думали? Говорит, сегодня 8 марта. Всем огромное спасибо за поздравление, я вас тоже поздравляю, но здесь только одно но. Почему только один день в году должен быть посвящен женщинам? Кто со мной на одной волне? Потому что, уверенно, есть сорт мужчин, которые именно в этот день покупают цветы. Вот за весь год ждут, ждут, а на день рождения, скажем, вынуждены. Даже не только цветы, они обязаны. А цветы раз в году женщинам это маловато приходится. И, наверное, мы не отмечаем, потому что не чувствуем правильность этого праздника. Хотим каждый день. Поэтому все равно поздравляю девочки, девушки, женщины, бабушки, всех представительниц сильного пола. С праздником, девочки! А, что делаем мы, спрашиваете вы? Сегодня мы собрались, решились и едем. Едем отмечать день рождения дочки. Завтра у нее 22 года назад. Это молодая женщина, которая стоит перед вами, улыбается. Да, родила. Всех детей своими силами вытолкнула в светлый мир. И пусть будет свет, пусть будет мир, пусть дети будут счастливы. Все дети будут счастливы. А мы будем вот так со стороны сидеть, кофе пить и радоваться, наслаждаться счастьем наших детей. Ух, тос, сказали Гене, тос сказала, но сегодня не пьем, сегодня машину водим. Хотя я никогда не вожу, потому что, знаете, у меня очень хороший водитель дома живет. Это тоже красота. Скажите, что красивая картина. Это тоже красота. Красота от детей. Сегодня едем. Муж пошел. Куда пошел? Куда пошел? Фух, вспомнила. Пошел сдавать машину, которая у нас была по аренде, чтобы 4 дня не платили аренду. Ну, машина здесь стоять будет. А аренду платить не хочется. Ох, как не хочется. Но солнышко хочется. Это я вас заговариваю и наслаждаюсь теплыми лучиками солнца. Эгина, хватит, идите домой. Хотела, чтобы погоду увидели. Теплая, прекрасная, прелестная. И ветерок есть немножко. Птички поют, как всегда. Молодцы. Как меня с камеры видят, сразу концерт усиливают. Но сегодня что? Свидетели. Засвидетельствовали. Мы сидим, кофе пьем. Мам, мам. А ну-ка сюда иди. Мам, мам, мам. Беги, беги, беги. Беги, беги. Бежи. В панике была. Говорит, там дерутся. И почему-то мне послышалось, что птички дерутся. Но-но-но. Белочки дерутся. Сильно дерутся. Это услышала. И белочки. Я говорю, окей. Белочки пусть дерутся, что хотят. Пусть делают. Свои отношения, наверное, выясняют. Но все-таки побежала. И сразу вышла во двор. И вижу два птенчика. Не птенчика. Птички. Эти обычные, знаете, стандартные птички. Так дерутся. Один прямо напал на другого. И клево как будто бьет. Птички дерутся. Представьте сеанс. Так сразу подошла. Один улетел, который напал. А этот не может убежать. Хромая. Как-то вошел в сарай. Дочка за ним. Говорит мам, он не может ходить. Только чуточку как бы не может лететь. То есть как бы ходит. Подпрыгивает. Так грустно стало. Я не знала, что птички как люди. Очень грустно стало. Я вышла, чтобы показать, где это происходило. Почему-то я, если что-то рассказываю, хочу показать местность. Их нету сейчас. Цветы, наверное, нужно полить перед отъездом. Они завяли. В общем, здесь все происходило, друзья, товарищи. Так белье он ушел. Под дверью зашел. Ха, какие дела. О, смотрите. Наш инжир уже на месте. Видите. Вот так детально я вам все рассказала. Хочу заглянуть на эту красоту. Скоро закончится, поэтому хочу насладиться. Экскурсию забила. Ну, улетай. Ох, как хорошо. Налюбовались и идем дальше. Иду готовиться. Что с собой брать еще не решила. Я точно из одежды. Там будет холодновато. У океана всегда холодновато. Но мы сильные. Но мы сильные. Куртку с собой возьмем. Окей. Все. Здесь дети должны убраться. Это их задача. А я в этой части дома буду работать, собираться, убираться. Несколько. Несколько тарелочек здесь у нас после вчерашних вечерних пиров. И продвинемся вперед. Еще красоту хотим. Смотрите. Смотрите. Быстро хочу вам о чем-то рассказать. Вчера делали тесто. Видите, почти пузырьков нету, но тесто есть. Сейчас подержу, потом расскажу, что хочу этим сказать. Этим выступлением. Это тесто не готово еще. Вчера вечером сделали. Сложили несколько раз и не дали тесту подняться прямо до конца. В полу готовом состоянии сразу убрали в холодный, очень холодный холодильник у нас в готаже. Настройка на самые холодные настройки. И почему это так сделали? Спрашиваете. Это тесто должно было не помещаться в этом противне, в этой форме. Сделали, потому что это тесто пока 3 часа будем ехать в машине. Сомневаюсь, может в машине поднимется. Там еще сегодня не буду готовить, завтра или послезавтра пирожки хочу готовить и что еще получится. Поэтому не передержала тесто. Поэтому тесто не закиснет. И для теста еще есть время приготовиться, подняться. Это еще один из маленьких таких нюансов. Если не хотите, чтобы тесто кислело, если думаете тесто брать с собой куда-то, даже можете в морозильник положить. Ничего не случится. Пробовала. Очень хорошо держится. Тесто не бойтесь. Сейчас в холодильник поставлю еще рано. Видите, никаких пузырьков нет. Это спящее тесто. Корона. Кофе на ногах. Называется. Это кофе быстрой энергии. Видите, подсолнышко положила, чтобы от солнца тоже теплоту и энергию взяли и перевели на нас. Сладкого хочется лучше. Иногда такие глупые вопросы задаю. Взяла и пошла куда-то, когда шоколады здесь стоят. Себе этот. Тебе тот. Хотите это или курагу? Ну, подождите, как была фамилия и отчество или... Курага Петровна. Хочешь курагу Петровну? Очень мне понравилась она. Это тебе хочешь, значит, инжир Петровича хочешь. Это тоже вкусно. Идет и поет. Школа начинается, они сидят у компьютера и как будто начало с песни по жизни начинают. Любят учить. На ушниках не слышат, что мы его слышим. Перед школой поет, то есть когда школа начинается. И еще поет в туалете. Мы уже знаем, если именно эти песни и этим голосом, значит он пошел в туалет. Но в школе более нежно поет. Там думает, но его не слышим. Как-нибудь нужно заснять. Это очень интересно, как он поет. Арам, что хочу сказать. Хочу тебя огорчить в этот светлый, праздничный, женский, очень женский день. Шоколады здесь были, под солнышком. Тепла набирались и растаял. Хочешь, рот открой, сразу. А? Потому что вообще нельзя трогать. Смотри. Видите? Открывайте. Скажите «А». Это так. Быстро пью. Придем пока бы закончить школу. Потом уже поедем. Полчаса. Школа. Школа, как будто это что-то серьезное. Поверьте, очень многое изменилось. Такая свежая. Мягкая. Сияющая. Сияющая. друг друга, кто съел шоколады. Отец с дочкой работают. Я спрашиваю, почему вы так поступаете со мной, потом притворяетесь, как будто нету дома сладкого. Все съедают, она и он. В общем, не хотите про наши проблемы слышать? Ну, Агина, мы хотим, но мы очень любим проблемы ваши. Были бы ваши проблемы, наши проблемы, говорят некоторые. Не хотите ничьей проблемы не берите на свои хрупкие плечи. Всем нам хватает наших. Окей, продолжаем кушать Петровну. Хочешь шоколад от Петровны? В общем. Курагу не хочет, шоколад хочет. Скажи А. Еще под солнышком остался. Мягче стал такой. Очень понравилось. Что учительница думает? Чем учительница думает дает детям петь? Какой хороший кофе сварила. Кофе не забыть. Зачем тогда едем? Ничего пока не планируем, но сегодня планируем семейный тихий вечер. Что-нибудь приготовлю. Детям говорю, в меню будут пирожки, хачапури с мясом, манты или пельмени манты. Что еще сказала? Арнак говорит, значит, это мое день рождения, я как понял. Все его любимые блюда. Ну, Лилит тоже, потому что, знаете, Лилит девушка простая, нормальная. Она все любит. С ней проблем нету. Вот эти остальные, не очень такие уж нормальные. С ними надо понянчиться. Но все, что уже назвала, они любят. Все, только что Лилит эту песню слышала. Он там это поет. У него очень интересный слух. Говорит, хай, учительница, наверное, сказала здравствуйте. Не будем мешать ученика. Наверное, учительница его привела в глаз. Напомнила, что он в школе. А так хорошо пел. А я уже стою. Ты пока сидишь. Иду собираться. Почти все собрала, но маленькие детальчики остались. Спасибо за кофе. Увидимся. Играют взрослые люди. Должны деревья резать. Те, что мешают электронным кабелям. А играются. Смотрите. Упадешь, узнаешь. В карусель. В карусель играет. Поднимает, спускает. Поднимает, спускает. Туда-сюда. Вместо того, чтобы делом заниматься взрослые люди. А как приятно смотреть. Настроение сразу улучшилось. Чтобы не забыть. Туда хотела положить. Рамчан, подожди. Сюда. Это на всякий случай беру. Если вдруг кто-то еще заболеет. Потому что арка немножко болел. Это от кашли на спину, на чест и под ногами. Обычно ночью перед сном. Это масло орегано. На всякий случай беру. Это для кашля. На всякий случай беру. Это арника. Жидкость крови. Для мужа беру. Что еще? Ну и конечно кофеварку. Сын пришел. Говорит. Мам, мы сегодня уезжаем. Правда? Я правильно помню? Правильно помните? Все. Готовы. Здесь у меня что-то заказывало. Да, выставайся. Да. Решила для мужа новую сорочку-марочку заказать. И себе платье заказала. Окей. Это. Но не беру с собой. Но сорочку аром. Думаю тебе. Очень такая молодоженая сорочка аром. Длинноруковая. Нравится. Материал хороший. Хочешь возьму? Значит он собрал. Собрал все свои вещи. Которые зеленого цвета. Тонов. Разных тонов. Говорит. Это хочу взять. Говорит. Окей. Это. 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 И так получилось. Что все в зеленых тонах. Потом жалуется. Говорит. Взяла все зеленое. А что я буду одевать зеленым, если холодно туда? Говорит. Что хочешь? Бери. Уже два часа ссорились. Это что? О, это для Арнак купила. Хотела, чтобы он сорочку новую надел на день рождения. Сестру очень поздно доставили. Арнак-джан. Красивый. А он нравится. Такая с кезис. Эс сорочка арома. Говоришь-то из кахартуке мандагаркни. Среди шагал у нас? Джинс. Джинс. Окей. Так это. А он же тебе веселую сорочку купила. С узорами. Очень хотела. Он давно такой не одевал. Пока молод одень. А то будет поздно в следующем году. Их красивый. Скажи. О, булавки, помните? Помните, собирали эти булавки? И когда такая подушечка у нас у всех была для булавок. О, Лили тоже есть. Коробочка есть. Эм, скажи, что красивая. Не молчи так. Пожалуйста. Видишь, не зеленая. Сам берется, а потом на меня говорит, все зеленое взяла. Что я буду одеть, если, скажем, сверху холодно, что-то хочется одеть. Я замолчала. Красивая? Не нравится? Не нравится. Ага. А, шат сирина такой. Джинс, очень красиво. Очень красиво. Ему все идет. Попь его, а? Не, не. Говорю маленький. То есть нехорошо подходит. Показывает, что может руки поднимать. Это знак, что... А хочешь это? Нет? Не понравилось. Очень красивый. К этому брюки нужны, наверное, Арем. Мне понравился. Мне этот белый очень понравился. Хорошая. Очень такая. Фанси. Поженимся. Летом. Это не для лета. Это как бы весенний коллекшн. Такая легкая. Даже, да, можно и летом. Вот такая. Весенне-летняя. Это так. Но не до вымесец по виду. Что ты еще купила? Не помню. А, это просто купила. Он любит такие сорочечки с пуговичками. Нравится? Не хотела черного цвета, купила темно-синий. Вот я не хочу черного цвета. Насчет синего цвета тоже жаловался, что синий цвет не подходит к этому зеленому цвету, поэтому я не знаю, что сверху взять. Ах, эти мужчины. Модницы. Нравится? Лучше. Ха. Упс. Чай глаз был. Упал. Все. Все разобрали. Это туда, это сюда. И уезжаем. Платье мое тебе понравилось? Лучше. Иди, ну и у вас есть такое платье. Нет у меня такого платья. О, кажется, будут проблемы. Окей, то вернемся. Все проблемы решим. Таинственно улыбается. Дайс, патрасик. Айо. И вот. И вот. Ооооо. Окей. Ход. А, это очень красиво. И вот. Он будет выглядеть очень красивым. Он очень красивый. Это наши холодные продукты. Хотя много чего не беру, уже там будем. В магазин пойдем, все, что нужно, заберем. Кажется, все взяли. Кажется. Думаю. Надеюсь. Если все, это тоже может быть. Он просто под банку подскользнул на колено. У нас погода хорошая. Но у океана очень холодно. Бывает и ветер, и мороз, и гром грохот. Все. 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 Это детям. Первый все детям сказала. Берем воду. Никто за нами воду не наливает. Пожалуйста, налейте. Ну, это же на удачную дорогу. Чуть не забыли мою сущность. Продукты гигиены, не продукты. Принадлежности. О, подарки, наверное, некоторые. Подарки? Она не берет подарки. То есть она знает, что ее подарят. Где? Под карабаной. Эти, она знает, вместе пошли с братом и сестрой, купили. Она им сказала, а ну-ка, заверните подарочную форму. А наш подарок даже не посмотрела. Сказала, не показывайте, дарите на день рождения. У них в свои принципы. Так что уважаем, в принципе, наших новорожденных. Двигаемся в светлое будущее. Не забываем эти аромы. Вперёд. Да. Чарджеры. А, зарядочные аппараты. Аркадян, тебя тоже берем. Если ты за этот барочек. Окей, не забывай. Окей. Мнет сорочку. Окей. Мейк Ерикус. Ерик. Окей. Ерик. Очень считает хорошо на армянском. Сказала три. Я сказала один, два. Обратно. Есть, мы говорим. Пармелый. Наконец-то. Встретимся по дороге. Никуда не уходите. Думаю, вы готовы на наши приключения. Увидимся. Редактор субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...